Не знаю, как правильно обозвать этот предмет, стеной плача или, в общем, на месте трагедии, которая там произошла, дом гроза разворотилась с местными жителями, организовали там люди, несут цветочки. Набережную Немцова там организовали. Ну, так теперь везде, то к посольствам несут, то к месту гибели несут, вот к Немцову несут, не пойми зачем вы вообще… Оплакивать? Для меня загадка, ну как-то… Здесь, в кино, понятно, там непричастные люди погибли, ну а вашего Немцова наводчица привела на место, где его должны были застрелить, там его застрелили, мне как-то не ясно. Не будем углубляться в Немцовых. Нет, вот давайте, да, конкретно про вообще эту традицию. В нынешние времена нормально отнести там свечечку, повесить картиночку, какую-то игрушку приволочь. Теперь так принято. Типа демонстрация причастности, что они дочувствуют. Да. И там же перед ней встречаются в толпе полковницы. Да там не толпа, там никого нет, внезапно встречается бывшая полковница из ЦРУ и бывший оперуполномоченный бутер-место, просто замечательный секретный конверт со страшным заданием, сведениями, там и всякое такое, ну выглядит смешно, так нельзя. Встречаться надо в других… даже Уолтер Уайт и тот догадывался своей этой жабой, помнишь, встречаться в кафе в каком-то, незаметно сидеть там спинами друг к другу и всякое такое, тут никакой конспирации вообще нет. Капюшончик накинул. Безобразная сцена, да. Но всё равно всё снято хорошо, всё красиво, стена – это просто условности, ну а тётка чё? Тётка же страдает по невинно убиенным, и типа вот эти невинно убиенные там, и в прошлый раз у неё с этим полный порядок, ты как это, на погосте живучи по всем не наплачешься, она и говорит, будучи же мне сон снится всё время, что я стою на сцене, а полный зал людей, невинно убиенных в ходе наших мощных операций, и типа вот если жена твоя жива, ну слава Богу, хоть одним человеком в зале будет меньше. А послушайте, я будучи бы спросил, а свадьба, которая в Афганистане была, там сидят? Да. Нет, эти не сидят. Эти не сидят. Ну вот за то, что она такая сердобольная, ну я не знаю, как правильно корректно. Ну как сердобольная? Нет, она, как это теперь говорится, с стальными яйцами, все ж убиты, и полный зал покойников, они гибнут всё время, ты делаешь работу, а люди гибнут. Ну она переживает за это всё-таки? Ну переживает, да. А это так для сериала, или люди подобные ей, они, ну вот как вы сказали, по всем не наплачешься, закаляются? Ну то есть это такое, не то чтобы привычное, привыкаешь, но трогала либо это её так на самом деле? Все разные, кого-то трогает, кого-то, ему человека зарезать, как тебе высморкаться. Кого-то не трогает, кого-то трогает, а это ж как эти, как операторы дронов, например, которые сидят в США, а в Афганистане свадьбы разносят, как ты думаешь, они крепко спят? Нет? Ну так получилось, ёлы-палы. Мы извинились. Мы извинились, да. И помолились. Там лучшее, помню, что там какая-то цистерна в аварию попала, из него керосин потёк, прибежали афганцы с вёдрами керосина набрать, прилетел самолёт натовский, сжахнул 90 трупов на месте, сразу в цистерну попал, удачно, сгорели 90 человек, как ты думаешь, он переживает? Неправильно, нацелено ввели, я-то чё. Оправдание, как дырка в жопе, есть у каждого, но тут тётенька показана сердобольной такой, ей их жалко. Просто люди на службе, им не противопоказано ли близко к сердцу воспринимать это, не нужно ли от этого ограждаться? Первые 5 лет трудно, а потом привыкаешь, куда одеваться-то, ну вот, блин, это ж какая-то, есть что-нибудь дороже человеческой жизни? Есть, это две человеческие жизни, 3, 10, 100, если, спасая там, я не знаю, 100 человек погибнет один, ну, наверное, оно того стоит, это как граждане, которые этим не занимаются, они к таким вещам никакого отношения не имеют и понять не могут, что это такое. Это серьёзнейшая ответственность на психику давит со страшной силой, если ты человек. Если ты не совсем человек, то наплевать, западные люди, они в массе как раз вот такие им плевать. Как в одном известном фильме Арнольд ответил, ты что, их убивал? Да. И что? Они все были плохие. И тётенька из СРУ, короче, полковничиха даёт наколку на какую-то либерти, чтобы этот бутчер нашёл какую-то либерти. Ну, не совсем бутчер, она просто ему отдаёт, он её передаст ММУ, а ему-то она пообещала помочь с женой, если они приведут суперсеррориста, которого уже не привезти. Уже того, да, привезти невозможно. Но, тем не менее, даёт какую-то бабу непонятную, и надо ехать эту бабу искать. Но это она нашла материалы на эту бабу, расследуя, забыл, как зовут, персонажа, который голову-то взорвали, так кто её уже занимал. Да. Ну, давайте тогда сразу про это и поговорим. Он эту наводку отдаёт ММУ, а сам вообще собирается пойти спасать жену. Да. Причём с концами, по всей видимости, т.е. бега там пустится и всё такое, потому что собирает вещи, шмотки, и недвусмысленно даёт понять, что мы прощаемся. Ну, в общем, у него совершенно конкретная цель – найти жену, а если найдёт, то её освободить. То вот он её уже нашёл, осталось её освободить, и, собственно, всё. Ему дальше неинтересно, это циничный человек, задача решена – идите в жопу, он дальше мне с вами не по пути. Ну, ведь, по сути, да, и обманут? Нельзя ему сказать, что он обманул и подставил. Всех втянул, ну, по понятиям – да, ничего нет, я вам ничего не обещал, никаких там дворцов и всякое такое, и победы над мировым злом. Ну, вот как-то вот так получилось не по-пацански нас тут бросить, блин. Реально бросил. Назначил негра старшим, ты будешь. Он их уже бросил, фактически бросил. Собрался и ушёл. Это они не поняли, что он их бросил, а он всё понял, идите в жопу, всё, вот моя жена, я ушёл. Но ведь его мотивация, то, как и заявлялось, то, как он честно представлял пацанам, строилась на том, что Хомлендер убил его жену, а тут, получается, картина -то несколько порушилась, ну, претензии к Хомлендеру остались, но жена-то живая. Не смертельная уже. Ну, сюжетно очень ловко сделано, да. Вот это поворот, только что хотели уже Гомолендера валить, потому что он жену убил. Хопа, оказывается, жена живая, отойди, мы тут к жене, сейчас пойдём с женой разбираться, и очень хорошо получились. Разборки с женой отличные получились. Да, тогда давайте про это. Бутчер перелез с помощью верёвки через гигантский забор.